Турнир в Ярославле товарищеский, но встреча с локомотивом получилась очень напряженной, максимально приближенной к накалу к играм чемпионата. В стартовые 20 минут матча команды присматривались друг к другу, поэтому было создано минимум опасных моментов и счет в игре открыт не был. Долго входили в игру, не были немного организованы, много браков было, много потерь, невынужденных ошибок, индивидуальных ошибок. В начале второго периода хозяева вышли вперед Андрей Локтионов, здорово сработал на пятачке Северстали и переправил шайбу у ворота Сергея Магарилова. Череповчане ответили своим голом на 26-й минуте, когда Матый Странский реализовал большинство. Но на второй перерыв череповчане ушли в роли отыгрывающейся команды. На 32-й минуте Александр Полунин снова вывел локомотив вперед. В заключительном игровом отрезке Северсталь стала чаще гостить у ворот Алексея Мурыгина, но шайба оказалась в воротах Магарилова, рикошетом от конька Юрия Трубачева. Северсталь продолжила создавать опасные моменты у ворот противника и на последней минуте игры капитан череповецкой команды Дмитрий Когарлицкий сократил отставание до минимума. Но в оставшиеся секунды локомотив в свои ворота отстоял и одержал победу со счетом 3-2 в боевой игре. Как вы хотите, чтобы просто выходить, отбывать номер, это тоже не... Тем более мы готовимся к двум матчам, где соперники именно будут преподносить нам такой хоккей, агрессивный хоккей, особенно СК, ОССК. Так что нужно быть готовым к этому. Следующий матч мини-турнира Северсталь проведет 21 февраля против Омского Авангарда. Владимир Сентябрев, новости.